приветствую всех лев на связи видео начинаю на фоне дома дружбы народов городе ижевске здесь сегодня будет конференция ну и традиционно какие-то моменты я вам покажу приятного просмотра здесь проходит регистрация участников просто битрикс24 это классно он есть у вас это уже вот как пилота то есть ты сел в машину и у тебя есть такой прибор и всяк разный у нас был первый салон цветов типа у вас битрикс как с ним работать мы как бы ну что это такое поэтому принимали всегда только молодежь которая адекватно понимала что мы делаем классный продукт и люди которые приходили к нам салон цветов ромашку они понимали что у них там можно уже по телефону получить скидку и прочие бонусы там лайк еще даже по моему нас скопировал вот эту историю по авторизации по телефону перезагружаться для меня например умение перезагружаться это еще и одновременно умение перезагружаться это поездки путешествия вот я отличаю место силы от умения перезагружаться и вообще от перезагрузки почему когда на месте силы вы наполняетесь энергией вот я сейчас тоже наполняет даже пускай мне там начало было не очень еще что-то но походите меня я уже выпрямился благотворительный фонд благодарна Шипицуна Горя Валерьевич генеральный директор компании бизнес стандарт инсалтинг правовой юридической директор компании интернет портал и возглавляем фонд пожарной безопасности руководитель директор производства гидро тормозных труб к отечественным и импортным автомобилям большого спасибо вы провели время в телефоне и сколько вы провели время с ребенком из семьи то наверное будет не так много вот поэтому важно найти баланс и когда вы видите что на этой чаше перевешивают что-то то старайтесь подтягивать ту или иную историю и здесь наверное это очень будет важно чтобы этот баланс у вас был спасибо как вдохновить команду Кейси я буду ускоряться команду вдохновляет сильный лидер это априори и быть сильным быть впереди всегда сложно и я хочу чтобы вы просто помнили что ну это ключевая история сильный любит силу когда они видят напротив себя сильного человека то они всегда присоединяются когда говорят как найти сильную команду как создать сильную команду вот так и нужно создавать нужно быть самому сильным в первую очередь разобраться с самим собой и идти вперед определять путь смотреть находить самостоятельно как это все реализовать и у нас открылся бизнес бизнесу вообще в пандемии то есть я сегодня хотел рассказать про Кейсы и как вдохновить команду смысл в том что когда была пандемия и мы не знали что делать важно было сделать так чтобы мы на ну вот в это тяжелое время команда кто-то начинал блокировать типа нет я не буду выходить на работу там 5 до 10 кто-то говорил да мы поддержим да мы это будем делать и вот здесь важно показать человеку будущее то есть просто на этом примере посмотрите как простроят то есть вы должны показать вот это ну будущее ваше ваше которое люди идут когда за вами они должны его видеть они должны его представить и это делаете вы и делать вы должны это уверенно четко конкретно и чтобы им это было понятно как это сделать мы можем создать бренд то есть вот людей вдохновляет кейс да это просто вклад цвета базы но людей вдохновляет непосредственно самое главное это бренд это это какой-то классный продукт и вы его создаете вы показываете будущее каким оно у вас будет крутым классным а потом отвечаете за свои слова отвечаете за свои действия и тогда у вас все получается бренд работать нужно всегда это супер архиважно и понимание почитайте больше про бренд про маркетинг про пьяр и прочие штуки и вы поймете что это супер важно а кому можно кому нужно будет тут есть еще одна выжимка а и заодно не забудьте что когда вы создаете какой-то проект вот нужно быть вот сейчас открылся у нас кафе кто на площади видел косой перевод отличились отличились уметь отличаться но дальше достраивать процесс и бизнес чтобы он был по-настоящему классным не только нужно отличиться но и наполнить его всем остальным профессиональное обучение мы отправляем людей на обучение мы отправляем людей например на выставки на те же самые и вот здесь важно что когда вы отправляете людей на обучение они все равно получают очень много новых впечатлений новых знаний и это помогает пять минут дай пожалуйста еще а это так подошел так вот поэтому уделяйте внимание развитию людей в долгосрочной перспективе это очень важно у битрикса очень много программ подойдите посмотрите по своим направлениям невероятно много в интернете есть множество статей о том какие бывают в стиле управления но чаще всего запоминаются такие шуточные названия я сегодня вам их представлю но сначала у меня вопрос к вам какие стили управления знаете вы вы себя комфортно не ощущаете вторая история это Бэтмен кто знает почему Бэтмен никто никогда его не видел интересная мысль но на самом деле Бэтмен потому что он всех спасает есть даже такая шутка что поработав в групповых проектах я понял почему Бэтмен делает все сам действительно есть такое убеждение что одному и самому все сделать проще но когда компания растет развивается меняется это просто невозможно и обычно Бэтмен это сотрудник который вырос сам до руководителя и вот ему нужно управлять командой а управлять он еще не научился третья история это Камбала кто знает почему Камбала есть какие-то мысли опять интересная мысль на самом деле Камбала она прекрасна в коммуникациях она очень хорошо чувствует людей но до того момента пока ей это выгодно и вдруг на планерке когда вы о чем-то разговариваете что-то идет не так обязательно в этом виноваты будете вы и возникает такое неприятное ощущение что ну вроде бы на одной волне были а в одном договаривались что-то пошло не так и последняя история это чайка наверное такой самый популярный к сожалению стиль управления это когда прилетел но она на кого попала кто первый под руку вообще попался и улетел про него обычно говорят лучше бы и не прилетал лабитации прежде всего были удобны сотрудникам поэтому работайте в СРМ когда сотрудники работают там вы всегда можете видеть по ним ключевую информацию какую-то статистику отчеты и вам не нужно просить там в пятницу вечером срочно скинь мне отчет чтобы я понедельник утром его сделал подготовил там какую-то информацию все всегда у вас по другой тоже опять таки автоматизация и сейчас я хочу поговорить про такой прекрасный блок это искусственный интеллект но сначала поднимите руки те кто вообще использует уже его в работе здорово да еще поднимают но это очень классный инструмент я надеюсь что вы будете его использовать он сейчас так прорывается в нашу жизнь я думаю что и дальше тоже мы будем с ним работать и мы в битрикс24 с нашим лозунгом помогаем бизнесу работать просто не могли пройти мимо наша команда задумалась какие вообще инструменты могут помочь компании и сейчас я расскажу вам про фантастический сценарий который вот совсем скоро появится в битрикс24 поэтому следите уже скоро с этим можно будет работать во-первых это копилот такой несуществующий сотрудник который будет внутри битрикс24 в чатах это чатом всем нам привычно вы с ними знакомы появится отдельная иконка и с этим копилотом может общаться совершенно любой сотрудник вашей компании например представьте что у вас есть маркетолог он обращается в чат и говорит ему копилоту представьте что ты опытный крутой маркетолог мне нужна рекламная компания мы создаем эксклюзивную мебель да 10 идей вот он дает ему список маркетолог может сказать мне понравились пункты 3,5,7,9 пожалуйста их доработай, расшифруй дать ему какие-то дополнительные вводные и вот пожалуйста он дает очень много классных идей которые можно использовать но еще более интересный сценарий это копилот в CRM потому что в отделах продаж обычно есть сотрудники которые принимают звонки либо сами звонят и звонок в среднем занимает 7-15 минут но очень часто менеджер не успевает во время звонка внести всю информацию в карточку ему приходится еще раз прослушивать звонок ввести обработку то есть тратить дополнительное время вы посмотрите как копилот может вам вообще в этом помочь вы запускаете его приходит звонок ну давайте послушаем сейчас нас включится аудио здравствуйте магазин мебели меня зовут Алина слушаю вас здравствуйте я бы хотела заказать у вас диван мне нужен угловой мне нужен угол справа да мы присмотрели зеленый износа стоит у меня дома коты получается слева мы видим что у нас есть в нашей карточке CRM определенные поля и на основании звонка копилот у нас их заполняет как это вообще происходит создается такой резюме вот этого звонка оно в текстовом формате на основании тех полей которые вы себе в CRM заполнили и того что клиент какие ключевые слова он назвал по запросу менеджера копилот все это заполняет наверное больше расскажу про практику да нашей работы и наверное подсвечу такие моменты именно вот по работе с клиентами да как вот именно завоевать лояльность клиентов как превратить их в постоянных покупателей и покажу вам на реальном нашем кейсе у нас есть клиент решил так сказать о себе тоже заявить мы его попросили он разрешил нам рассказать про его кейс сегодня я собственно вам в деталях расскажу думаю что будет вопрос и постараюсь быстро это рассказать и может подискутировать в конце уже более там 500 проектов сделали по автоматизации бизнеса там были и сайты у нас одно время вот сейчас только продукты по внедрению CRM вот сейчас у нас более 300 компаний которые внедрили битрикс с помощью нас нашей компании мы входим в топ 20 по россии и первое место у нас в обмортии по продаже в лицензии битрикс24 внимание и по нашей практике мы выявляем да то есть это все гениальное все гениальное просто да вот у меня в такой лозунг сегодня будет слово просто что назад первый принцип обработки просто перезвонить клиенту просто взять и перезвонить клиенту когда вам оставили заявку тот самый наверное один первый принцип который ну около 40 который 40% компаний не перезванивают. Я сам сколько раз, я уже перестал просто заявки оставлять, потому что люди не перезванивают. То есть ты заходишь в Яндекс, вбиваешь запрос, оставляешь заявки на интересующие услуги, тебе просто не звонят. Ты сидишь, ждешь, серфишь по другим сайтам, но никто не перезванивает. Мне кажется, если компания просто начнет перезванивать, она сразу станет номером один на рынке, мне кажется. Как-то так, мне кажется. Потому что люди тратят бюджеты, Яндекс Директ платят и не перезвонят. Что здесь основное? Это нужно перезвонить клиенту в течение 2-5 минут. Это может сделать робот, то есть настроить битексе в том же сценарии, который сразу же произведет звонок. Для чего это нужно? Для того, чтобы клиент понял, что вы его увидели, то есть заявка оставлена, есть сфокусированное внимание, что все, клиент успокоился, его увидели, все, можно успокоиться и не искать. С ним либо позвонят, продадут, либо робот предупредит, что его заявка принята. И также можно отправить смс о том, что заявка принята, когда с вами свяжутся, когда-то, когда-то, что-то. Какие инструменты нужны для этого? Это телефония обязательно, желательно с записью звонков, чтобы можно было проанализировать. Это подключенный сервис смс-рассылок, чтобы отправлять. В лучшем случае это сервис-система с подключенной телефонией смс-сервисом. И роботом, который будет все это за менеджером делать. Бывает есть большой отдел продаж, бывает маленький отдел продаж. Если заявок много идет и один человек не справляется, можно поставить робота. Второй принцип. Он вытекает как бы из первого. Вы уже связались. И просто, если вы обещаете перезвонить клиенту, просто перезвоните в срок. И тоже будет вам счастье. Такие тут мальчики. Наставлял. Что для этого надо? Запланировать следующий звонок или переписку. И связаться в срок. Просто в нужный срок. У меня на практике был клиент. Полгода мы с ним работали. Я первый раз ему позвонил. Он сказал, мне надо внедрение. Давайте свяжемся через месяц. Я говорю, окей, наберу вам 21 числа. Я 21 числа ему набираю. Он такой, ну прикольно. Ну пока не надо. И вот мы так полгода, полгода мы с ним через месяц созванивались. И через полгода он заказал внедрение. Он сказал, ну вы красавчики. Звоните мне постоянно в одно и то же время. Все. Теперь мне надо. Я готов работать. Все. Просто перезвоните в срок. Опять же, чтобы перезвонить в срок, если клиентов много, в наших реалиях сейчас много-много надо совершать итераций, чтобы на рынке как-то существовать, выживать. Поэтому там одного-двух-трех клиентов уже не хватает, потому что выжимает рынок. И, собственно, для этого нужно какой-то автоматизированный планировщик, который подскажет, с кем сегодня надо связаться. Минимум это может быть простой календарь, который вам напоминает. В лучшем случае это опять же сервер-система, в которую вы зашли, открыли, список у вас сразу дел на один есть, вы пошли по ним работать. Мозг отдыхает от того, чтобы удержать там 20-30 событий, которые у нас сегодня сделают. И вы ни про кого не забывайте, звоните каждому клиенту, с которым надо сегодня было пообщаться. Сейчас секунду, я немножко побью, перестаю. Буквально там 2-5 минут после того, как человек обращается в компанию, надо ему отвечать каким-либо способом, чтобы он останавливался и не шел по конкурентам. Как улучшить теперь? То есть мы продали, мы молодцы. Как теперь улучшить нам качество обслуживания наших клиентов? Опять же, просто проявляйте заботу о клиенте перед продажей. Я сказал о продаже. Перед продажей что можно сделать? Созвониться или написать клиенту. Предупредить событие. То есть когда вы на встречу, например, договорились на встречу, просто за час наберите человеку и спросите, а все ли в силе? Или у нас встреча в силе, вы нас сегодня ждете и так далее. Чтобы и себя обезопасить от лишних каких-то действий, и мало ли там встреча отменилась. Либо еще что-то. Также про удобство. Если клиент готов тут же сразу оплатить, не нужно его куда-то гнать на сайт, надо быстро скинуть ему ссылку на оплату, чтобы он два клика оплатил вам товар. Что опять для этого? Какие инструменты нам нужны? Автоматические задачи сотруднику, чтобы сотрудник не голове это не держал, чтобы он открывал задачник и мог идти по своим задачам, что ему нужно сделать. Для оплаты нам нужен подключенный эквариум, для работы онлайн и работы CRM. Ну и, соответственно, роботы, которые могут автоматически через какой-то срок, либо при каком-то событии в CRM, при смене статуса и так далее, автоматически отправлять клиенту ссылки на оплату, и автоматически собирать обратную связь от клиента, то есть оплатил или не оплатил, как ему понравился товар ваш и так далее. Ну и автоматическая рассылка уведомлений, это как минимум клиента повестить, что нам не все равно про клиента, и уведомление менеджера о том, чтобы он мог связаться с клиентом, проговорить, как у него дела. Ну это больше услуг может быть касается. Узнать, провести какой-то разбор его ситуации и возможность туда продать. Что мы получаем в итоге? Клиенты перестают искать конкурентов, то, о чем я говорил. Все заказы у вас оплачиваются оперативно, без усложнений. Клиенты возвращаются к вам и рекомендуют другим. То есть они говорят, вот там мне заботятся такие классные ребята, они все делают в срок, все круто. Вот к ним обращаются. Идут просто по сарафану увеличение продаж. Ну и как вывод отсюда, это рост продаж по 30% где-то в месяц. Я даже, наверное, самый минимум взял. То есть когда вы просто сидите на стуле, и вам кто-то звонит, и вы сбрасываете этот номер. А вторая ситуация, когда вы ищите в интернете что-то, вы прямо сейчас оставили заявку, вот прям чип, заявка ушла. И вы ожидаете, что с вами свяжутся. И вы скорее всего возьмете трубку. То есть если вы оставили заявку, и тут же идет звонок, то вы скорее всего возьмете. Это рад. Но если такая ситуация происходит, обойти это можно смс-ки. Смс-ки все читают. Ну практически. Ватсап, Телеграм можно отправить сообщения, либо предупредить, да. То есть мы вашу заявку приняли. Через минуту, через две вам позвонит менеджер. Будьте готовы. Можно даже с такого-то номера. Если уж не то прошло, да. Все, и уже менеджер спокойно звонит. И клиент предупрежден, что ему сейчас поступит звонок. Время кофе-брейка. Вообще прям продаем. А вот так вот, оказывается, можно их помирить. Сделать так, чтобы они жили в гармонии и приносили результат вашему бизнесу. И об этом вам расскажет директор управляющей компании Рельсы Рельсы Шпалы Шпалы Кульшар Галютинова. Спасибо. 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 Всем привет. Все, кто сталкивался точно с отделами продаж, которые так или иначе взаимодействуют с отделом маркетинга, эту картину в своей жизни видели. Кто видел? Скажите мне вот таких кенгуру у себя где-то в компании. Класс. Мы с вами примерно на одной стороне баррикад. Формула успеха. Эту презентацию я готовила не сама. В целом не очень люблю это делать. Но я подумала, что будет честно, если эту презентацию буду собирать не я и говорить, а что я такого делаю. А если мы соберемся с руководителем отдела маркетинга с первым кенгуру и с руководителем отдела продаж со вторым кенгуру, я посадила и говорю, а что мы делаем, ребята? Давайте систематизируем этот опыт. И вот это продукт наш общий. То есть здесь прямо то, что они честно говорили сами, что влияет на их именно результат. Сильная команда, общая цель, коммуникация, инструмент возможностей и идеология, культура, корпоративная культура. О ней прямо расскажу отдельно. И всегда такое у них желание узнать какой-то секретный секрет. А как вы продаете? И я говорю, что если вы думаете постоянно «как», то вы вообще двигаетесь уже изначально в неправильном направлении. То есть это не то направление. Не надо думать «как». То есть вы найдете этот ответ «допустим», но он вам чем не поможет. Начните думать, кому вы продаете. Представьте этого клиента. Поймите, что он хочет вообще. Как он мыслит, как он начинает свой день даже. О чем он говорит. Какие у него ценности. И вы это все можете узнать только через исследование. Вот тут волшебных паблетов никаких нет, ребят. Только через исследование. Это дорого. Особенно если мы берем какие-то крупные ниши. Это не быстро. Надо планировать месяц-полтора. Нужно найти подрядчиков хороших, которые сделают это не отвалите, а прямо четко. Но это нужно сделать. Вот у нас здесь скрины – это наши исследования. Там просто целый мир. Склады находим на собеседованиях, понятно. И очень часто к нам человек приходит. Берите прямо на заметку это. Очень часто к нам приходит человек на одну должность, например. А у нас открыты, например, три вакансии. И мы не смотрим на него через призму вот этой должности, на которую он пришел. Вот он пришел на СММ. Что-то там говорит про устрою рекламу, про свои университеты, про обучение. А я смотрю, какой он человек. Это раз. Я задаю ему вопросы на тему того, как он справлялся с трудностями, например. Нравится ли ему общаться, а как он выходит из конфликтных ситуаций и так далее. Потому что я знаю, что у меня есть прекрасная вакансия в отделе запуска, например, где нужны эти качества. Если вы работаете напрямую, да, вы собственник работаете сами. Ваша задача. Если у вас сидит управленец, его задача. То есть ни в коем случае не сталкивайте их упами. Мы проходили эту историю, они сожрут вас. Они все равно подружатся против вас и будут дружить против вас, а потом с вас идти. Не надо так делать. Вы должны все равно помогать им находить общий язык друг с другом. У них все равно должно быть, нет такого там, я, 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 да. У них есть мы. Они работают на одну общую цель. Вы эту цель должны обозначить. Сейчас очень хорошее время для творчества. И у людей действительно приходят классные идеи. Очень классные. И я восхищаюсь, например, своим руководителем отдела маркетинга, потому что я не говорила ей об этом. Она просто в определенный момент пришла и сказала, слушай, я прочекала все сделки. Ну там, капец, конечно, вот меня вот это волнует. И это очень круто, понимаете? Я перфекционист, мне очень сложно иногда что-то не допилить и выпустить это. Но я понимаю, что такое время, что нет времени уже, понимаете? Ну то есть, условно, если ты тормозишь, то тебе завтра надо в три раза быстрее бежать. Точку там, где не надо. Я даже вот собственника своего в определенный момент это учила. Я говорю, Костя, когда ты пишешь мне и ставишь точки, я нервничаю. Я не знаю, ну то есть, я это со своей информацией читаю. Я говорю, можно как-то это изменить? Он говорит, я буду писать тебе голосовые. И все, пишет голосовые, теперь классно. Ну то есть, понимаете, переписка, это же, ну, сопряжено с онлайном. И в переписке сложно бывает вопросы решать иногда. Ну, про систематизацию понятно, про коммуникацию понятно, да, мы, понятно, как мы это делаем. Я надеюсь, если что, можно будет еще задать вопросы. Ну, понимаете, вот это точно так. Бизнес, который имеет в своей цели только деньги, ну, он обречен в определенный момент на то, что он закроется. Почитайте большие истории больших компаний. Там всегда что-то, кроме денег, понимаете? Это первое. Можно ролик? Поехали. Так что, яbook наобор lone тканем. У меня не получилось было 봐서 указаний. Ее. Это правильно. Уそれ, они renewed безопасности занимаются. Ты доставишь. Так, новичком мотлененииleyешника, Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы Немножечко я гуманитарий, но приходится всегда на таких выступлениях, помимо классных фразочек, говорить еще про цифры, о них мы тоже сейчас поговорим. Что такое лояльность клиентов? Во-первых, когда я много лет назад начинал работать в Хорике, я застал те страшные времена, когда в компании, в которых я работал, не было в принципе CRM. Радует, что так как мы пришли на мероприятие с Bittrex, CRM должна быть у всех. Все должны ей пользоваться. Но лояльные клиенты, помимо того, что они должны быть в CRM, они должны быть всегда в фокусе внимания. У старых клиентов 5-20% у новых клиентов. Да, если говорить про маркетинг, про продажи, чаще всего сложнее удержать клиентов, поэтому если мы удержали его на определенном периоде времени и сделали его лояльным, то его мы как раз будем удерживать чуть проще. Даже дешевле чашка кофе стоит в закупке сильно меньше, чем 100 рублей. И было исследование, которое показало, что на 53% стали лучше относиться к брендам и компании, и на 36% подарок стал для них каким-то весомым. Люди, которые пришли в офис, получили чашечку кофе, какую-то там вашу ручку с логотипом, блокнотики. Работал в разных компаниях, от супер маленьких до супер больших. Везде плюс-минус эти относительно стандартные наборы, как ручка, блокнотик, что-нибудь такое. Мы на уровне продаж понимаем, что не то чтобы это прям вал подарок. Понятное дело, что супер крупным клиентам в конце года ты хочешь сделать какой-то крутой подарок в виде новогоднего набора или что-то такого большого. Но банально, придя на встречу, пригласив клиента к себе в офис, налив ему чашечку кофе с молочком или сливками, и подарив этот блокнотик, ты точно увеличишь слоянность. Сейчас мы почти миллиард сэкономили наших клиентов. Причем почти 23 миллиона мы сэкономили в Ажевске. Так что вы тоже внесли вклад в экономию ваших коллег. Мы женились, потому что женились как? Ему назначали с самого детства жену. Ну то есть ты родился, тебе назначили невесту из очень известного рода, из твоей страны, богатой и так далее. Вот. Но он вырос, он был начитанный, умный и попросил отца, а можно я не буду жениться на ней? Потому что ее вот с самого детства тренировали быть женой принца. Чтобы вы понимали, она должна говорить то, что он хочет, думать как он хочет, а ему так не хотелось. Вот. И он прочитал надпись, что в Америке есть район Куинс, он понял, что там живут принцессы. Ну, Куинс. Вот. И туда решил поехать обманом, потому что отец решил как? Ну, перебесись слегка. Вот. И потом вернешься и женишься как нужно. Вот. А он-то на самом деле обманул, поехал искать себе невесту. Вот. И там есть такой классный момент. Он специально поселился со своим, ну как сказать? Слугой. Помощником. Слугой, да. Они поселились в грязной, в грязной такой квартирке специально, чтобы никто не знал, он специально сделал, потому что решил как? Пусть девушка, с которой я познакомлюсь, а он надеялся, что он ее найдет, не знает, что у меня есть деньги и так далее, и так далее. Знаете, сейчас в Ютьюбе везде много разных роликов про то, как стоит какой-нибудь такой оборванный мужик, над ним там все глумятся, он потом садится в Феррари и так далее. Вот. И он познакомился с такой девушкой. И однажды отец этой девушки случайно нашел банкноты той страны, откуда он приехал, и говорит дочке, дочка, у него есть собственные деньги. Ты не понимаешь, у него есть собственные деньги, и показывает купюру, на которой картина этого принца, картинка там, понимаете? Как вы думаете, почему у Сбермаркета так? Вряд ли тут сидят в зале люди, которые могут, как Сбер, начать бизнес точно так же. Сбермаркет — это банк, в первую очередь, в смысле имеющий большие деньги, закономерности, которые действуют там, но вряд ли кто-то из вас, имея просто маленький салон красоты, сможет себе позволить риски денежные, большие. Ну так же? Вряд ли вы можете себе позволить столько людей набрать, не потому, что вы не хотите, а просто чтобы набрать столько людей. Помните мультив, ну про Стогвашину-то кто-то видел? Чтобы купить что-то, нужно продать что-то, а у нас нет. Вот, кстати, я позвонил, написал в ту компанию, в которой работает Гульша, и сказал, что мне нужна франшиза. Ну, я нашел сайт, мне было интересно, 30 тысяч запросов, 271 запрос в месяц, это же мало. Вот, я написал, здравствуйте, меня зовут Евгений, ну не Евгений, а Александр, и я хочу франшизу. Вот, сначала мне долго отвечал робот, как везде, и текст был такой, что все операторы заняты. Ну, Александр был недобрым, он написал, вы привыкте, у вас не столько операторов. Вот, после этого ко мне подсоединился оператор, вот, и я снова написал, здравствуйте, меня интересует франшиза, я массажист, вот, хочу открыть. Мне написали, оставьте телефон, кстати, правильно так, все делают, оставьте телефон, вас наберем, ну потому что контакт сразу получаешь, правильно? И вот, я написал, нет, простите, я выбираю среди многих франшиз и не оставляю телефон с первого раза. Вот. После чего ответ пришел следующий, а мы тоже выбираем тех, кто к нам обращается. Дальше мне написали то, что я просил, ну вот как вам этот инструмент, я почему про это говорю, это без критики, потому что реально они там работают, у них, ну, много, большие достижения. Как вам вот этот ответ с точки зрения инструмента? Эффективен он тут или неэффективен? А как этот ответ с точки зрения конечной цели, посмотрим, какая конечная цель, если бы вы открыли франшизу? Продавать. Продавать. На рынке нету народу, полно народу, можно найти и обучить продавца не так сложно, как вот этого человека. Этот человек мало того деньги приносит, он еще и является носителем ценностей. Потому что если этот человек считает своих людей гоблинами, как вы думаете, как выглядит отдел? Все зеленые. Потому что гоблины к чужим не ходят. Не случайно есть поговорка, а она на 100% отвечает действительности, какой руководитель, такие люди. После советского периода у многих людей, и до сих пор она есть, потому что мы все равно наследники постсоветского пространства, многие очень умные люди, очень крутые люди из разных сфер, инженеры и так далее, не смогли никак пристроиться в новый мир, потому что у них в голове был запрет на продажу. Продажа – это плохо. Даже с точки зрения вот этого. И у некоторых здесь даже сидящих молодых людей такое есть. Из той выборки, которую они нашли. А внимание, все компании должны быть белыми были. Почему? Ему было важно, чтобы компании дали ему доступ абсолютно ко всей статистике. К настоящей статистике. Увольнений, сокращений, выплат, всего остального. Зачем? Они не знали, что ищут. Они просто тупо сравнивали компании по всем параметрам, а потом они называли «Ящик Пандоры». Ночью работал комп, а утром выдавал разницу. Одно из открытий было – во всех великих компаниях людей растили изнутри. Мне повезло работать в такой компании, где людей растили изнутри. Я знаю разницу. Вот я один из тех людей, смотрите, я уже много лет не работаю в той компании, а название компании для меня с придыханием до сих пор. Я никогда не скажу плохого слова. Она разорится, компания. Я все равно скажу, бывает, понимаете? Люди, которых так воспитывали, работали десятками лет в тех компаниях. Зато есть на рынке много менеджеров, понимание, не продажников, а менеджеров, которые из компании в компанию. Смотрите, секрет вам открою, Ичарский. Чтобы про себя Ичар ничего плохого не подумал, надо иметь стаж не меньше, чем один год в одной компании. Если у тебя стаж не меньше года, ты как богуч. Когда ты куда-то приходишь, и у тебя год, 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 ты молодец, к тебе нет подозрений. Вот если ты меньше года работаешь. И поэтому куча менеджеров ушла за одной компанией, пришел в другую. Год отсидела теперь внимание. Продажи и компании – это большой механизм, чтобы Максим развалил Сбермаркет. Знаете, сколько ему сил надо и сколько лет? Очень много. Поэтому, когда ты приходишь в компанию, где уже, в принципе, все работает, тихо сидишь год, через год уходишь, а у тебя еще одна звезда в книжке. И ты приписываешь ее себе. Так вот, открытие, про которое я вам скажу, мне очень в жизни помогло, уверен, вам многим поможет, потому что касается всех аспектов жизни. Смотрите, они очень долго вот эту штуку не могли заметить, потому что она была на поверхности. Оказывается, все люди, стоящие у руля великих компаний, обладали тремя одинаковыми качествами. Они просто это не видели поначалу. Итак, поехали. А почему у руля? Потому что, смотрите, те, кто управляет компанией, вот, пожалуйста, директора и владельцы, неважно размер компании, поднимите руку. Вот, вы же понимаете прекрасно, что все, что под вами, ровно зеркальное отражение вас. Всегда. Абсолютно. Так вот, компания отражения того, кто стоит у руля сейчас. Это может быть CEO, это может быть владелец и так далее. Итак, поехали, смотрите. Первое. Если ты хочешь великим стать в каком-либо деле, желательно выбрать тот вид деятельности, которому ты талантлив. К чему у тебя есть талант? Почему это так важно? Смотрите. Когда у тебя есть талант, то есть склонность к этому виду деятельности, ты максимально быстро занимаешь какие места? Первые. А нанимают кого всегда и кому деньги платят? Первых. Вы не разматриваете, вы не звоните, куда-нибудь вы говорите, можно мне саму отстойную франшизу по массажу? Вот прям вот отстойную, прям дерьмо-дерьмо. Вот есть такие среди вас? Ну вряд ли, простите меня за шутку. И вы точно так же не выбираете себе технику, правильно? Так вот. Я понимаю, что некоторые в этом зале расстроились и подумали, а если я не талантлив в том, чем занимаюсь, правильно? Есть ответ. Есть заменитель. Ему уже тысяч 20 лет, как и люди этот заменитель знают. Он реально существует, единицы людей им пользуются, потому что... Догадайтесь сами. Можно сделать столько же и так же хорошо, как тот, кто талантлив. Я, например, плавец в прошлом. Я в своей области занимал первое место всегда, когда не участвовал второй человек из нашей области, Леша Макаров. Я 192, Леша и сейчас 165. У меня 46-й, все говорили, ты плаваешь быстро, потому что у тебя ласты. Внимание, у Леши женская ножка вот такая. Всякий раз он отгонял меня на одну секунду. Больше никто, только он. Значит, рост и все остальное не имело значения. Мы оба были талантливы в этом деле. Я до сих пор не знаю, что мне говорил мой тренер. Я просто стоял на него, смотрел и думал, господи, хоть бы он не понял, что я вообще не врубаюсь, что он мне объясняет. Понимаете, я просто быстро плавал. Ну, потому что вот мне повезло с талантом с таким родиться. Не моя заступа. Поэтому, если ты хочешь, второй компонент, это любовь. Но не сексуального характера, а любовь к тому, чем ты занимаешься. То, что ты выбрал. Почему так важно? Любовь гарант дисциплины. Что происходит с тобой? А вот каждый из вас обязательно имеет периоды, когда вы заколебались. Когда сложно, когда вы устали. Правильно? У всех не бывает, чтобы такого не было. Если ты очень любишь то, чем ты занимаешься, как ты поступаешь? Ты приходишь к боссу, но если у тебя нет босса, просто говоришь, ребята, я на неделю на дачу, или я на неделю в тайгу, или я на неделю... То есть ты делаешь что-то, что тебя расслабляет, успокаивает, что ты отдохнул. Куда возвращаешься потом? Туда же, где ты был. Я говорю, если ты не любишь, чем занимаешься, на хе-хе. Правильно? Вот так все происходит. В семьях отражение того же самого, чтобы вы понимали, кому на этом примере непонятно. Смотри, если ты любишь жену, скажите, пожалуйста, вы прям все никогда не ссоритесь дома с мужьями, с женами? У кого было, что хотел, ну, не убить, но прибить? Вот, смотрите, руки под... То есть есть люди, маньяки, такие же, как я. Нет, внимание, но если ты любишь, вот ты разругался в ураган, что ты делаешь? Ты ушел. Если ума хватает, то не ругался в ураган, а просто ушел. Ну, там, не знаю, покурил, еще что-то сделал, в баню сходил и вернулся куда? Аналогично полностью. То есть, смотрите, любовь это гарант дисциплины, а без нее никуда дальше скажу. И третий компонент, если это на рынке вообще кому-то нужно. Если хоть кто-то готов продавать, ну, то есть спрос, то есть покупать, спрос есть. Если то, чем вы занимаетесь, имеет хоть какой-то спрос, то тогда, если вы попали в три круга, то вопрос вашей успешности следующий, смотрите. Вопрос успешности только это ходить и дисциплинированно продолжать это делать. Каждый день. Просто за свои деньги, в разные страны мира, огольными путями, все время. Только вышло какое-то новое средство, новый скальпель какой-то, все, он поехал туда уже. Идем дальше. А если ты вот так относишься, ты же начинаешь знать детали своего продукта. А по этим критериям люди быстро понимают, ты эксперт или не эксперт. Вот девчонок, и они продают элитный комплекс. И вот они мне на этом обучении говорят, смотри, растет цена просто на глазах. Вот мы только фундамент заложили, через три дня уже там плюс 70 тысяч рублей. Я говорю, ребята, а почему вы не скинетесь все вместе и не купите хотя бы одни апартаменты на 10 человек? Ну, куда уж лучше, если вы точно эксперты в бизнесе, точно понимаете. Я не понимаю, что они не делают. Потому что я в автобитации какое-то время работал, когда мы впервые, мы продавцы, наконец-то заработали и купили в кредит машины, которые продавали. Знаете, как продажи поперли? Каждый же клиент почти спрашивает, на чем ездишь? Я говорю, ну, у меня не столько денег, как у вас. Марка такая же, модель такая же, но просто самая дешевая. Ни одного возражения после этого про то, что хороший это автомобиль или нехороший. Например, представьте, если гульшат ходят на массаж в другие салоны. Если вы не хотите заткнуть, то не понимаешь на вкус, что за продукт. У них ставят вот так вот 10 стаканчиков одинаковых, одинаково налитые, а пепси и кола внешне похожи и на вкус похожи. И они пробуют за открытым носом. И они должны разбираться, где пепси и где кола. Потому что идеология компании была такова. Территория компании только для клиентов. Когда к нему в курилке пацаны сказали, слышь, Володь, ну это же шняга, тебе тачку дали. Мы, в принципе, сами тоже ездим, сами купили. Он говорит, ребята, между нами есть одно маленькое отличие. Вам не дали, а мне дали. Это является залогом экспертности. Также позволяет продавать дорого и стабильно. А вы понимаете, есть только два пути. Или мы уходим в демпинг, и это путь в никуда, потому что там соревноваться невозможно. Или вы создаете какую-то отдельную ценность. Теперь возвращаясь, Олег, к вопросу, не стоит айфон этих денег. Он стоит ровно столько же, там столько же железа, как и во всех остальных андроидах. Но что там стоит денег? Бренд. Там стоит бренд. Он реально столько стоит. И поэтому, или мы уходим в ценности, продаем ценность, но опять же, это вопрос уже к собственникам и к руководителям, какая у вас стратегия. И вы экономите ресурсы. Там название тренингов, которые я веду, чтобы так было проще. Итак, смотрите, я веду для руководителя управления продажами корпоративно и дистанционно, но только корпоративно. Это не открытые мероприятия, где вот ты пришел. Это именно если у вас есть в компании какое-то количество ропов, либо кандидатов в ропы. Ну, например, там недвижимость много ропов имеет. Вот компания Аякс, например, в Краснодаре. У них там прям 50 человек кандидатов. Вот, они позволяют себе учиться так. Дальше. Про активные продажи и для B2B, и для B2C, потому что это все навыки. Их по отдельности нужно изучать. Это навыки, скрипты, приемы. Видео на этом завершаю. Если будет чем-то полезным, ставьте палец вверх. Как обычно, какие-то эпизоды я снял. Конечно же, чтобы получить полное представление, как на таких конференциях все устроено, надо прийти лично. И это будет очень полезно. Не только если вы руководитель, но и просто целеустремленный, амбициозный, здоровым, честолюбимый человек. Я лично достаточно много интересного здесь для себя условил, так сказать, за время, проведенное здесь. Ну, с вами был Лев из Ижевска. Всего вам доброго. И, кстати, покажу пакет, точнее сумку участника. Бутылочка воды, блокнотик, эко-ручка, маленький шоколадка и некоторые рекламные материалы.